С приходом к власти Си Цзиньпина Китай не только расширил свое влияние, бросив вызов мировому порядку, экономике и демократии, но также представляет угрозу мировой безопасности. Об этом накануне говорили лидеры НАТО на саммите в Брюсселе. Такие опасения связаны в первую очередь с попытками КНР подчинить себе страны сырьевыми ресурсами. А это, по мнению экспертов, может спровоцировать энергетический кризис. Это, так известно, дипломатия чековой книжки, когда Китай дает небольшому государству огромное количество кредитов, которые государство потом не в состоянии выплатить, и таким образом попадает в долговую ловушку. Либо же, например, методы, которые Китай использует для расширения своей маневренности, поля для маневра в Южно-Китайском море, где Китай претендует на 80% акватории, и Китай там не прислушивается к другим странам. США вовлекает НАТО и в глобальное сдерживание Китая в сфере кибербезопасности. Поднебесная заполняет европейский рынок своими гаджетами, а учитывая близкие отношения с Россией, это может закончиться утечкой персональных данных миллионов пользователей. В области технологического сотрудничества, там, где Китай довольно сильно интегрирован и вовлечен в сферу потребления, то есть все пользуются китайскими смартфонами, есть программное обеспечение, которое имеет совместимость, и мы видим, что в последние годы Китай совместно, ну не совместно, а наряду с Россией, является очень активным в киберсфере, в сфере кибератак. Подтверждением угрозы со стороны Китая является и обострение ситуации в Тайваньском проливе. Самолеты китайских ВВС все чаще залетают в воздушное пространство острова. Это не позволяет Вашингтону полностью сосредоточиться на Украине, что, безусловно, играет на руку России. Для Соединенных Штатов утратить таких своих традиционных союзников и особые отношения с Тайванем, поставить под риск Южную Корею и Японию, опять-таки, это высокий риск. США не могут это допустить, не могут допустить противостояния на сегодня на два фронта, то есть и войну в Европе, которая развязала Россию, и противостояние, в том числе, которое может перейти в военное вокруг Тайваня. Вот эта растяжка, она на сегодняшний день несет риски для США, что им просто может не хватить ресурсов на эти две войны. Кроме того, Вашингтон видит большие риски в том, что в 2026 году Китай по объему ВВП может стать первой экономикой мира, а значит, будет диктовать свои правила игры на международной политической арене. Администрация президента США Джо Байдена хоть и рассматривает Китай как стратегического конкурента, но заявляет, что при исполненной решимости избежать открытой конфронтации с Поднебесной. Влада Цуркон, специально для телемарафона Фрида, телеканал АЮАЙ.